Всем привет! Рассказываю, показываю, почему в последнее время карма женатиков очень жесткая. Женатиков, а также замужних женщин. Почему? Потому что южный узел у нас 17 июля 2023 года перешел в знак зодиака весы. Это знак партнерства и пары. Южный узел отвечает за интуитивное восприятие и чувствование. Поэтому девушки сейчас легче, чем раньше чувствуют женатиков. И парни, которые общаются с дамами, им легче понять, что дама в браке. Еще карма ожесточилась по поводу союзов именно официальных. То есть, если раньше, например, было проще людям находить пару, находясь еще в официальном браке, то сейчас нет. И эта тема будет продолжаться еще до января 2025 года. Действительно, у вас с вашим официальным супругом, либо официальной женой может уже не быть совместного быта, совместного времяпрепровождения, совместной кровати, совместного стола. Может быть, даже и дети уже у вас, взрослые, с вами не живут. А вот этот факт штампа в паспорте, он вас ограничивает, и вы действительно не можете встретить новую любовь. Да. Раньше было проще. Раньше, я имею в виду, до 17 июля 2023, потому что южно-кармический узел у нас был в Скорпионе. А сейчас южный в весах, все, да, все это усложнилось. Скорпион более такой страстный знак, и он, да, действительно, там был ориентир на страсть в Скорпионе, я имею в виду. А в весах ориентир на официоз. Поэтому здесь очень важно, именно официально есть штамп или нет штампа. Вот так, ребята. Поэтому все... Сейчас эта тема очень актуальна. Все, кто спрашивает, как же так, как будто бы что-то мешает. Это не что-то, это кармический узел, это карма. Она вам говорит, что конкретно. Пожалуйста, сначала развестись. Да, даже если у вас нет никаких отношений с супругом, действительно, пока южно-кармический узел в весах, он может очень на вас влиять. Конечно же, больше всего он влияет на знавзодиака весы, естественно. А также на овнов, потому что на оппозиции у нас работает овен весы. И в овне сейчас северный кармический узел тоже очень проходится по овнам. Но у овнов больше тема нового брака проходит. Как раз вот у весов скорее проходит тема развода больше, нежели нового брака. Хотя, может быть, и так, и так. Ребята, может по-разному проигрываться. Также, конечно, может проигрываться кармическая тема у всех воздушных знаков зодиака. То есть еще и у водолеев, и у близнецов, и у всех огненных. У львов, и у стрельцов. У вас может быть похожая тематика. Ну и вообще, пока кармические узлы идут по этой оси, многие люди могут вот эту тему прочувствовать. Официального союза, неофициального союза. Здесь закон спрашивает, что у вас по закону. До свидания.